Шаляпин бросил Цымбалюк-Романовскую ради пенсионерки. Не успел Прохор Шаляпин объявить о расставании с Виталиной Цымбалюк-Романовской, как артиста приметили в обществе другой женщины. Она оказалась значительно старше певца. Недавно Прохор Шаляпин дал большое интервью, в котором откровенно рассказал, почему расстался с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Певец объяснил, что они приняли радикальное решение после того, как он понял, что не может оправдать ее надежд на семью. К тому же, по мнению Шаляпина, оба заигрались в публичность, тем самым уничтожив чувства. А еще певец прямо заявил, что не захотел портить ей жизнь. Артист недолго страдал в одиночестве. Исполнитель воссоединился с бывшей женой, риелтором Ларисой Копенками. Пару засняли в одном из столичных отелей. Прохор Шаляпин вместе со своей экс-супругой спел на сцене их нетленный хит «Мы не такие». Примечательно, что в песне есть такие слова «Больше тебя никому не отдам, сколько бы нам не вставляли палки». В сети немедленно стали муссироваться слухи о том, что якобы Прохор бросил Виталину ради бывшей жены. Пенсионерки. Шаляпин обнародовал видео с Копенками. Лариса отреагировала. Ну, так и есть мы не такие, как все мы офигенные и счастливые, несмотря на все мильные поля и приключения счастья тебе родной. Орфография и пунктуация автора сохранены. По всей видимости, Прохор выступил на корпоративе фирмы Ларисы, и та в ответ поздравила его с наступающим Новым годом. Напомним, что Прохор Шаляпин и Лариса Копенкина поженились зимой 2013 года. Мать артиста была категорически против этого союза, но исполнитель пошел против ее воли и сделал по-своему. Брак Шаляпина и Копенкиной продержался пару лет. В 2015 году пара оформила развод. Несмотря на скандал, с которым расставались супруги, они сумели сохранить дружеские отношения. Зазвездила рана. Винокур крепко вмазал призвавший закрыть аншлаг. Борщевой? Веру Кудря в целую срочно прооперировали из-за порвавшейся дружи. Подлец Порошенко бросил умирать близкого человека. Голубой огонь. Пугачева спуталась с гей-гофей на Первом канале. И многое другое. Продолжение следует...